всем привет в этом видео я покажу как устанавливать необходимые тузы тулы api там sdk или еще чего-нибудь по-разному можно это все назвать вот но покажу как установить необходимый инструментарий для того чтобы чтобы приступить к знакомству с языком python с помощью minecraft вот ну и собственно то есть можно запустить то есть вы после этого должны у вас вы сможете запустить сервер minecraft дальше вы сможете клиентам подключиться к этому серверу и дальше сможете с помощью определенного api и с помощью языка python к примеру создавать какие-то строение то есть посредством установки различных блоков по нужным координатам сможете узнавать координаты игрока сможете писать какие-то мини игры вот но это будет в следующих видео то есть я планировал 23 видео еще сделать но все конечно же зависит от того насколько будет интересно это видео вам а это я буду судить по лайкам по комментариям и по количеству просмотров вот но это такая начальная стадия есть существуют я видел точно три книги которые которые вот в такой форме знакомят желающих с языком python до посредством игры в minecraft то есть с языком python можно познакомиться многими способами их очень много но это один из них и так как мне тоже по работе нужен будет язык python вот то соответственно я как бы буду знакомиться сам ну и буду показывать вам вот ну что ж приступим и так что для всего этого надо ну для этого всего надо майнкрафт питон или python ну на русском питон на английском python дальше java spigot сервер вот майнкрафт python api и разбредю здесь небольшой набор функционала то есть api ну небольшой api для того чтобы в мире майнкрафт что-то делать ну там 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 увидите но там немного функций там можно получить координаты можно отправить сообщение в чат можно устанавливать блоки можно ну не по одному блоку а целым каскадом ставить вот ну и чуть-чуть какие-то пару функций вот ну этого в принципе достаточно для того чтобы начать знакомство дальше и да ешку какую-то ешку я использую я вот эту не использую и и для айди л е или как она там я использую вот но мне на неудобно вот я вот папа папа и чарм короче использую вы это все увидите дальше чё тут надо дальше делать ну дальше так как я паду бунта это все делал вот в книгах расписано как это делать под windows макой с линукс ну я использую линукс поэтому я под свою убунту это все делал чё тут надо тут надо выполнить вот вот этом ну это принципе можно не выполнять но я выполнил это все сначала потом понял что и айди л е там короче она мне неудобно вот но короче выполните в терминале вот это нужно установить python 3 дальше python 3 пип python 3 пип это такой менеджер пакетов для установки всяких python овских пакетов дальше дальше нужно установить java open gdk 7 и может быть и выше может быть и ниже ну здесь написано 7 я все точно также и делал дальше нужно установить спигод сервер как и устанавливать ну 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 нужно скачать build tools . jar я ее я нету скачал вот она есть дальше я создал папочку minecraft и вот здесь будет сервер и вот в этом сервере я скопирую вот сюда эту джарку java вский файл дальше теперь с помощью его можно собрать нужную версию спигод сервера но смотрите здесь указано вот вот это две рысочки rev и версии и циферки это означает номер версии сервера если вы это не укажете вот вот это не укажете а только вот вот это то будет собрана самая последняя версия я собственно говоря самую последнюю версию и буду собирать вот у меня minecraft клиент и как вы видите самая последняя версия на данный момент 1.14.4 соответственно соответственно мне версии указывать не надо мне надо просто 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 вот так сделать скопировать и это все на выполнить в терминале вот что идет дальше ну сейчас идет клонирование всяких репозиториев туда короче всего того что нужно для запуска сервера minecraft ну на вашем компьютере вот но пока это все устанавливается посмотрим что надо сделать дальше дальше нужно сделать файлик вот вот такой ну как угодно вы его можете назвать это башевский файлик в котором вот 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 это нужно будет прописать соответственно спигод у вас после после выполнения всех этих действий после сборки сервера будет появится файлик спигод и в моем случае это будет 1.14.4 jar соответственно в башевском файлике вот это нужно будет прописать да ну для того чтобы стартовать сервер вот дальше соответственно нужно будет поставить право на запуск вашего скрипта и собственно говоря после этого запустить сервер вот наверное вот да после этого перейдем к установки minecraft python api установки этого пакета и установки непосредственно разбережусь но но это будет позже самое главное сейчас сейчас выполнить эти действия вот ну я поставлю пока на паузу пусть 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 это выполнится вот и в принципе принципе не принципе все файлики вот здесь пишется данная к примеру вы создали для себя какую-то папочку я для себя создал как вы видите minecraft сервер и вот здесь все происходит вот соответственно в эту папочку потом нужно будет скопировать 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 вот вот это склонируем это api и дальше туда туда же туда же а вот в плагины скопируем непосредственно разбери джуз то есть он будет видеть жар файла ну это все короче будем делать по порядку ну вроде как все все установилась установилась чё-то чё-то мало вроде все одну дала что нужно сделать дальше дальше нужно где дит и старт сервер .sh вот вот создали файлик и в этом файлике делаем следующее копируем вот это вот и устанавливаем версию сейчас вы увидите вот так 4 сохраняем есть сохранили ну ну принципе да все так смотрим смотрим есть версия спи год 1 14 4 все верно 1 14 4 дальше нужно вы установить права на запуск ну это можно сделать и сашу мод в терминале там плюс x и старт сервер вот ну либо же либо же вот здесь до файлик и саш мод и все такое дальше 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 что у нас тут пишет ну пишет попробуй запустить свой сервер ну давайте попробуем давайте сделаем вот так старт сервер таки и здесь какая-то ерунда что-то пошло не так а вот перед запуском короче нужно зайти файлик а так тут же написал по ой 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 вот вот здесь написала что у нас что у нас нужно согласиться с лицензия вон вон она чем значит нам нужно вот это вот открыть и установить тут тру ну типа мы лицензию прочитали все конечно же читают и я тоже ее прочитал наверное а теперь запускаем сервер сейчас должен запуститься сервер сервер должен запуститься 1 и 2 что сделаем стартовую попытку подключиться к нему то есть нужно дождаться пока все это подгрузится вот после чего я запущу клиент и подключимся к серверу если все будет хорошо и все подключится значит можно приступать к следующему этапу так сервер запустился мы видим вот здесь дан вот значит пробуем подключить наш клиент так вот он клиент запускаю клиент вот запускаю клиент клиент запущен выбираем мультиплеер и выбираем добавить сервер и тут какой-то сейчас имя надо бы дать ну дадим вот так python тест а здесь нужно айпи указать ну понятное дело локал хост потому что сервера локальный поэтому можно просто прописать локал хост вот сервер есть давайте я к нему подключусь к нему подключусь и вот я появился и все норм нормально но так я чуть больше вот так вот сделаю расширим вот вот сервер есть клиент запустился подключился и все хорошо теперь можно продолжить выполнять следующие шаги отключаюсь отключаюсь и выхожу что нужно делать дальше 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 надо склонировать вот эту репу и чё нам говорит 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 эта инструкция говорит перейди в ту папочку где сервер так сервер стопнуть вот здесь написать просто стоп вот и сервер должен сейчас остановился так говорит перейдим на в эту папочку в сервер и склонируй сюда репозиторию я так и делаю гид клон и вставляем вот это пай 3 майн майне пив есть склонировал дальше нужно установить ну я уже устанавливал вот поэтому тут по идее вообще не должны быть никаких проблем но у меня из первого раза не было никаких проблем install и дальше нужно вот так вот указать не вот эту вот пай 3 мая на api мастер потому что у нас она просто пай 3 майн майна ты короче вот так вот и нажимаем enter вводим пароль ну и чё ну я так понимаю вроде все установилась да ну да все тоже да 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 ну 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 процесс установки особо не было заметно потому что я ставил уже раньше вот поэтому ничего никуда вы не увидели что что-то куда-то копировалось бы дальше дальше нужно 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 скачать разбери джуз разбери джуз вот здесь переходим по этой ссылочкой и нажимаем download latest файл вот нажимаем ok и сейчас она должно скопироваться он да видите уже скопировано было вот теперь теперь это все добро нужно скопировать так куда она нам говорит в плуг в плагины сейчас я это и сделаю так вот это разбери джуз 11 так и идем в плагины плагины и прямо вот сюда копируем есть скопировал ну и говорит говорит нам наше руководство что теперь можно пробовать протестировать и это все добро ну что ж чтобы это протестировать что нужно сделать надо запустить первую очередь сервер запускаем сервер еще раз то часто этот плагин должен подхватиться так сервер стартует стартует все запущен теперь запускаю клиент запускаю клиент и подключать к серверу и дальше и дальше и дальше сейчас я запущу и даешку и даешку и все увидите так где мой клиент вот он клиент подключаюсь к серверу к серверу подключился сейчас чуть больше окошечко сделаю вот ну и теперь дело за малым нужно запустить нашу и даешку соответственно в которой там все настроено пути интерпретаторы и т.д. и т.п. и попробовать написать что-то хотя бы ну классическое да hello вот написать в чат как тут я кстати в майнкрафте не спец я не знаю как тут чат как тут в чат написать ладно ну короче сейчас попробуем и итак я запустил эту и даешку тут был как проект с 1 что-то я не понял как его удалить вот отсюда вам не знаю правой кнопкой короче его просто удалилась диска вот и короче чё надо надо new project назвать выбрать new project использует python и этот new project будет 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 находиться сейчас я выберу директорию вид python скрипты урок 1 есть что это такое а все 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 нормально и нажимаю создать в этом окошечке дальше 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 вот есть проект и теперь надо новый файл новый файлик я назову main.py есть новый файлик есть что теперь надо сделать ну по примеру скопи пастим ну даже не то что скопи пастим надо сначала про импортировать пару модулей про импортировать и подключиться смотрите вот здесь пишет такую вот ошибочку импорт msp и как бы типа его нету но но это нужно эти модули устаны а как альт-шифт-энтер альт-шифт-энтер да вот альт-шифт-энтер ну в этой движке получается у нас установился не тот и этот модуль мсп им это что-то по ходу майнкрафт вот короче но это то что мы устанавливали дальше импорт time пока не надо и вот это блок тоже не надо смотрите теперь можно перейти посмотреть непосредственно к этому модулю давайте давайте я перейду рефактор нет не фактор go to declaration or usage не 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 блин было все как-то по-другому гол а вот имплемент нет окей давайте я попробую тогда запустить ран что вроде все нормально да да ладно ладно что надо сделать дальше для того чтобы но смотрите это импортируется модуль да мы его установили мы установили майн пайп где ну где ну где ну вот смотрите по и 3 мая майн пи вот непосредственно непосредственно все эти исходники грубо говоря ну описание этого пи то есть сюда можно зайти открыть эти файлики и посмотреть какой есть функционал вот ну например здесь майнкрафт точка пай есть вот такие функции гэтблок гэтблок издата гэтблокс установить блоки там получить высоту и т.д. и т.п. например модуле блок здесь описаны все модули которые типа есть но на самом деле вот по айдишкам то есть воздух это айдишка 0 там камень и видишь к 1 и т.д. и т.п. но вот здесь как бы в качестве перейти по перечисления или константы это все описано вот короче функционал здесь не очень ну ну но со временем будем разбираться ну по крайней мере в следующих двух-трех видео если конечно же вы это все за лайка и тяну соответственно я пойму что вам это интересно так это по-хорошему мы должны были типа подключиться но результата видно не было результата не видно опа это кто такой какая-то корова ладно что ну первый шаг какой первый шаг для того чтобы убедиться что все работает нужно нужно написать какое-то сообщение то есть отправить какое-то сообщение в чат майнкрафта для этого используем м с майнкрафт и пост тучат и соответственно можно что-то написать напишем напишем хэллоу майнкрафт вот так вот майнкрафт то есть эта функция то есть эта функция непосредственно отправить сообщение в чат майнкрафта дальше можно аналогично написать это тоже в консоль потому что например взаимодействовать с чем-то ну вот с клавиатуры то это все дело будет происходить в консоли вот функция print в питоне выводит сообщение в консоль но непосредственно если мы поговорим о так давайте запущу о питоне вот как вы видите вот здесь он хэллоу майнкрафт в левом нижнем углу то есть все у нас получилось вот вот то есть это первый вот такой скриптик с помощью которого мы непосредственно смогли подключиться к майнкрафту и уже что-то туда даже отправить вот язык python он используется много где он используется в качестве можно сказать клея между какими-то различными модулями то есть он может использовать для связки например какого-то движка ядро которого написано на c++ вот с чем-то другим с каким-то другим функционалом то есть на языке python удобно то есть создавать обрабатывать какую-то логику и вызывать какие-то модули которые например требовательные по производительности по памяти то есть эти модули пишутся на языке c++ например или на языке c вот соответственно ну вся самая сложная логика которая должна быть должна работать быстро с помощью python это все склеивается склеивается UI как графический интерфейс вызываются нужные модули и т.д. и т.п. вот собственно говоря знакомство с python будет по началу будет будем знакомиться с помощью майнкрафта вот посоздаем то есть познакомимся с небольшими основами этого языка вот а дальше если это все будет интересно то можно уже будет перейти к чему-то более сложному ну и принципе давайте наверное здесь еще напечатаем координаты игрока что для этого нужно сделать перемены здесь объявляются по факту например мне нужна переменная x x равно ms get нет player get pos да x вот по моему так хотя не хотят так делать не целесообразно смотрите переменные объявляются то есть тип не надо указывать можно вот непосредственно сделать вот вот так вот то есть данном случае будет создан объект определенного типа какого типа но что-то она не хочет переходить к к к к к к к а нет вот перешло а какой тип а тип у нас надо сюда посмотреть вектор трехмерный типа вектор или могу ошибаться ну короче это три значения а это список из трех значений и соответственно x y и z что касается координат в мире майнкрафта смотрите какие тут координаты x ну координат эту как бы привезг связанные непосредственно к сторонам света. То есть положительное значение х, это уходит на восток, отрицательное на запад, то есть х плюс-минус, это у нас горизонталь. Вертикаль, это у нас у и у, то есть положительное значение это вверх, отрицательное это вниз. И координата z. z у нас север это минус значение, а юг это плюс. Вот, то есть, то есть, то есть, я думаю вы поняли. Теперь смотрите, соответственно x, y и z. Вот эта вот функция getPos, она означает некий объект, составной объект из трех значений. Дальше нам нужно оттуда из этого всего получить значение x, y и z. Соответственно, вот мы сразу же непосредственно объявляем переменные для хранения этих значений. Дальше, теперь смотрите, x равно pos.x и то же самое вот здесь, .y и .z. Дальше, для того, чтобы вывести это все добро, например, в консоль. Ну, давайте попробуем вот так вот сделать, да. Попробуем выполнить и посмотрим, что получится. Дело в том, что ничего не получилось, потому что мы видим ошибку. Почему ошибка? Смотрите, ошибки не будет, если мы сделаем вот так вот. Print x. Почему ошибки не будет? А потому, что в данном случае x имеет какой-то определенный тип. Но это точно не строка. Почему была ошибка здесь? Потому что здесь у нас идет попытка склеить строку с числовым значением. Так делать нельзя. Для того, что функция print принимает параметры какого-то одного типа. Соответственно, что можно сделать? Можно сделать следующее. Можно привести нашу x к строке. Для этого есть функция str и передаем туда наше значение x. Дальше str y и str z. Так, вот так вот видим все координаты. Но дело в том, что это будет не особо читаемо. Как вы видите, ну все слилось. Вот, что можно сделать? Можно, конечно, уже добавить разделители. Но, по-моему, можно даже сделать через запятую. Если не ошибаюсь. Так, 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 так. Быстренько запустим. Вот. И таким образом у нас все через запятую. И тогда, когда у нас все через запятую, мы, в принципе, можем... Ой-ой-ой, что это я сделал? Нажал insert. Ёлки-палки, что такое? Во. А вот, тогда можно разные типы совмещать. И можно, как бы, не объединять в один тип. Потому что в предыдущем варианте мы все объединяли в один тип. И была ошибка. Тут же все идет через запятую. Это означает, что функция print выведет все через пробел. Но эта функция print выведет в терминал. Нам же надо вывести куда? А вот сюда. Что мы, собственно говоря, сейчас и сделаем. Смотрите. Я напишу вот так вот. CurrentPosePosition. Вот. И в скобочках... Давайте я сделаю вот такой финт. И в скобочках... В скобочках... Будем выводить. Итак, вот что у меня получилось. Так, вроде, вроде нигде не ошибся. Давайте запустим. Вот. И все, как мы видим, получилось. Можно нажать кнопочку F3 и посмотреть текущие координаты. А где эти текущие координаты? Что-то я не наблю... Даю. Что-то я не наблюдаю. Где? А, вот я иду. Не понял. Что-то не те, походу, координаты. 113, 73, минус 212. А ну-ка. Не то. Что-то не то. А, я не ту функцию использую. Надо было использовать getTilePose. Вот. Но в справке надо почитать, чем они отличаются. GetTilePose. Во. Теперь должно быть все правильно. Так, во. 1, 4, минус 6. 1, 4, минус 6. Опять-таки, что-то я не врубаюсь. Ну, 1, 4. А почему? x, y и z здесь совсем другой. Короче, короче, почему? Да, потому что. Сейчас с этим разбираться я не буду. Вот. Короче, короче. Думаю, на этом и закончим. То есть, что мы здесь научились сделать? Это устанавливать этот сервер, запускать его. И непосредственно уже можно писать какие-то простенькие скрипты. Для того, чтобы что-то делать в мире Minecraft. Можно здесь циклы. Можно здесь запускать потоки. В которых тоже будут циклы. Которые будут проверять, например, какие-то координаты. И т.д. и т.п. Ну, текущего игрока. И там что-то делать. Вот. Ну, все остальное в следующих видео. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.